МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех, кто вновь присоединился к нам только что. Сегодня у нас в гостях Юлия Антонова, начальник бюро регистрации несчастных случаев в правлении МВД России Призанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, расскажите, пожалуйста, подробно о том, чем занимается ваше бюро. Очень интересно узнать. Вы знаете, ежедневно в органы внутренних дел и медицинские учреждения города Рязани поступает огромное количество звонков от граждан по факту розыска их родственников, с которым была утеряна связь. Так вот, для предоставления данной информации в минимальной сроке в конце прошлого года в систему управления Министерством внутренних дел России Призанской области вошло наше подразделение как структурное бюро регистрации несчастных случаев. И главная наша задача – это помочь людям в розыске их родственников в минимальной сроке. А вот о практике в нашем регионе расскажите, пожалуйста, подробнее. Если отталкиваться от цифр 2015 года, то за 10 месяцев текущего года с помощью бюро регистрации несчастных случаев можно говорить о 145 случаев, когда граждане были найдены и информация была передана родственникам. Конечно, не всегда мы говорим о том, что граждане были найдены живыми. К сожалению, так бывает. Но, тем не менее, работа идет. Тем не менее, да, факт о том, что человек розыском была передана его родственникам. А сколько приблизительно в день поступает звонков? В день поступает разное количество звонков. Но, опять же, если говорить за прошедшие 10 месяцев 2015 года, то это в среднем чуть более 1200 звонков к нам поступило, было обработано. Помимо этого, мы работаем с территориальными органами не только Рязанской области, но и других областей. Можно сказать, даже за пределами Российской Федерации. Также по поводу розыска без вести пропавших. И здесь уже работа складывается к тому, что мы обрабатываем запросы. Поступающие к нам. То есть, это работа и с гражданами, и работа, связанная с тем запросом, который приходит либо телефаксной, либо почтовой связью. Ну и как результативно эти взаимодействия происходят? Ну, если говорить о территориальных органах, здесь тоже цифра такая, более полутора тысяч было обработано. Конечно, очень сложно информацию получить положительную, когда связь утеряна достаточно давно. А запросы поступают именно чаще всего о том, что родственник пропал даже не год, не два, а пять, десять и более лет назад. То есть и такие звонки поступают? Да, и такие бывают в практике однозначно. Когда человек уходит, проходит день, два, несколько суток, это, конечно, одна ситуация, когда прошло уже много лет. Как правило, какая категория граждан к вам чаще обращается все-таки? Чаще в нашу службу обращаются, в первую очередь, конечно же, жены, которые не дождались своих мужей с работы. Это мамы, которые давно не разговаривали со своими детьми. И часто разыскивают пожилых родителей. Юль, скажите, пожалуйста, вообще вот из вашей практики приблизительно через какой промежуток времени необходимо обращаться уже у органов внутренних дел, чтобы сообщить о потере близкого человека, родственника? Мне кажется, это больше зависит, конечно же, от обстоятельств. Бывают разные случаи. Много достаточно, да, какой-то большой процент, когда поступает звонок, граждане обращаются. Мы начинаем, конечно же, работу, но в ходе работы буквально через час поступает звонок о том, что гражданин уже нашелся, вернулся домой. Но нельзя, конечно, такую работу, на мой взгляд, назвать какой-то неплодотворной. То есть в любом случае, когда мы говорим, вы знаете, по нашим учетам данный гражданин не проходит, люди часто просто вздыхают и говорят, спасибо вам, ну хотя бы за такой позитив, да, и через некоторое время к нам уже поступает сообщение о том, что гражданин вернулся. Дети, подростки, особая категория, поэтому если у вас есть хоть малейшее подозрение, нужно сразу обратиться однозначно, потому что разный бывает. Один вариант, когда ребенок просто заигрался и не дошел до дома, ну, надежда, скорее всего, на это, но все равно. Ну и часто ли вообще по несовершеннолетним обращаются? Граждане как-то привыкли, на мой взгляд, больше по несовершеннолетним обращаться в органы, все-таки в отделы полиции. Вот, к нам звонят, мы скорее являемся уже при работе с детьми и с подростками второй инстанции. Ну и как же вот структурируется ваша работа вообще, как вообще, вам поступает звонок, дальше что происходит? Мы обобщаем и систематизируем информацию ежедневно, ежесуточно, которая поступает к нам постоянным потоком из медицинских учреждений, из территориальных органов управления Министерства внутренних дел по Рязанской области на районном уровне, да, и затем уже в своей работе этой информации апеллируем, ее используем. Соответственно, когда гражданин к нам обращается, в первую очередь, конечно же, мы проверяем утратившего родственные связи по своим учетам. Если информация не была получена, то мы еще раз все равно уточняем информацию в медицинских учреждениях, в моргах, ну и, да, наверное, в органах внутренних дел, в других подразделениях структур. То есть уже полноценно все, человек поступает, они проверяют, смотрят документы, обращаются сразу же к вам с заявлением, что вот такой-то поступил, да, там, родственники не прибыли, или как это происходит? С Министерством здравоохранения у нас есть совместный приказ, на основании которого, в общем-то, мы и сотрудничаем. Нужно сказать о том, что в первую очередь, конечно же, нас интересуют категории, это неизвестные больные, то есть люди, которые по состоянию здоровья или полученных увечий не могут о себе сообщить каких-то точных данных, не могут сообщить данных о своих родственниках. И вторая категория – это неизвестные трупы, потому что родственники не объявляются, соответственно, его могут разыскивать, и поэтому вот эти две категории, конечно же, интересуют нас в первую очередь. Ну, смею все-таки говорить о том, что система налажена, информация о неизвестных трупах и неопознанных больных к нам поступает, ну, насколько уж на 100% судить сложно. Да, своевременно, то есть и скорой помощи, взаимодействием со скорой помощью достаточно тесно, то есть они еще передают нам информацию, не покинув место происшествия, так скажем. Случай из практики какой-нибудь, расскажите хотя бы банальный. Наверное, если возможно, один такой позитивный случай, потому что часто обращаются к нам по поводу поиска престарелых родителей. К нам обратился сын, он разыскивал свою маму, был просто в шоке, она никуда не выходит, ну, куда же она могла деться? Проходит несколько часов, по нашим учетам данная гражданка не проходит, то есть мы его успокоили, ну, всякое бывает. Вышла, долго не выхотела, захотела выйти. Потом перезвонит нам сын, вы знаете, она была в соседней школе, где школьники устроили для ветеранов чаепитие. Она была в совершенно великолепном расположении духа, поэтому в этой истории все закончилось очень хорошо. Ну, это просто сказка какая-то. Да, ну, к сожалению, так бывает не всегда. Не каждый день, конечно же. Юль, скажите зрителям, пожалуйста, куда им обращаться в случае чего, в случае, если они не дождались дома родственников, родных, потеряли с ними связь? Служба Бюро регистрации несчастных случаев, Управление Министерства внутренних дел России по Рязанской области, служба круглосуточная. Обращайтесь к нам, пожалуйста, по телефону 299682. Большое спасибо, что пришли к вам. Я надеюсь, что зрители услышали, запомнили, записали. Мы обязательно покажем на экране номер телефона на всякий случай. Мы, конечно, будем надеяться, что он никому не пригодится, но пусть это полезно. Спасибо за ваш труд. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Большое спасибо, что пригласили. До новых встреч. До новых встреч. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Не переключайтесь. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова